Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева Черкесия». События пятницы в репортажах наших корреспондентов. В Карачаево-Черкесию поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник В» в количестве 42 доз. Наряду с другими субъектами наша республика заключила соглашение с Министерством здравоохранения России для поставки вакцины в регион. Данное мероприятие проходит на добровольной основе и первыми будут вакцинированы медицинский персонал во всех районах и городах Карачаева-Черкесии, пояснила замминистра здравоохранения Динара Камурзаева. Также она отметила, что первая вакцина уже была введена сотруднику Минздрава республики. Вести из оперативного штаба на сегодня в Карачаево-Черкесию выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике 7194 человека. Из них 4876 выздоровели. Госпитализированы 434. Сейчас в Черкесске работают три ковид-госпиталя. Один из них на базе республиканского противотуберкулезного диспансера. По словам главного врача Зураба Гогушева, в учреждении имеется достаточное количество лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Все пациенты получают необходимое лечение. Госпиталь рассчитан на 100 мест и в настоящее время заполнен на 100%. Врачи призывают граждан республики носить маски в общественных местах и соблюдать все санитарные правила, рекомендованные Роспотребнадзором. Первое. По лекарственным препаратам на сегодняшний день у нас есть все, все препараты абсолютно. Изначально мы закупились до начала работы в госпитале, провели все торги необходимые. Соответственно, приобрели все препараты с расчетом на полтора-два месяца. По средствам индивидуальной защиты то же самое. Также приобрели для полноценной работы в течение месяца. Дополнительных мест выделено не будет, потому что там рассчитываются кислородные точки. Но у нас развернуты другие госпиталя, то есть мы работаем в тандеме. В случае необходимости мы направляем больных, соответственно, в те госпиталя, где имеются свободные койко-места. Сегодня в Черкесске на площадке общественной палаты прошло торжественное вручение мандатов новым членам общественной наблюдательной комиссии республики. О работе гражданского института и о задачах на ближайшую перспективу расскажет Ахмат Халкевичев. На первом заседании обновленного состава ОНК присутствовали первые заместители руководителя администрации, главы и правительства республики Ахмат Семенов, а также представители ведомств МВД, Следственного управления и Федеральной службы исполнения наказания. В повестке избрание председателя комиссии, его зама и секретаря, а также утверждение регламента деятельности и кодекса этики комиссии. Председателем обновленной комиссии единогласно избрали Руслана Джанибекова. Ну а потом уже по его предложению собравшиеся поддержали кандидатуру Виктора Страха на пост заместителя председателя, а на должность секретаря комиссии Татьяну Трофименко. Полагаю, что, честно сказать, с высоты прошлых лет, я думаю, что человек с глобальным стажем и, как бы, скажем так, в жизни не опозится, и поэтому страх уставить, как и сесть. Все восемь новых членов обновленного состава комиссии назначены решением Совета общественной палаты России. Теперь в нее входят Руслан Джанибеков, Артур Кербежев, Денис Липов, Геннадий Малютин, Исам Мчуев, Мурат Муков, Виктор Страх и Татьяна Трофименко. Приятную миссию – вручение мандатов новым членам комиссии по поручению секретариата Общественной палаты России выполнила Вера Молдаванова. Желаю вам достойно выполнять все возложенные на вес обязанности по защите прав человека в местах принудительного содержания и в том числе и в создании условий для их нормальной жизни в этих местах и нормальной адаптации в обществе. Общественная наблюдательная комиссия Карачаева-Черкесии будет осуществлять контроль за обеспечением прав человека и надлежащих условий для людей, находящихся в республике в местах принудительного содержания. На пустынные слова новому составу были и от представителей структур, с которыми ОНК по долгу деятельности будет взаимодействовать. Я вижу в состав комиссии очень уважаемые люди, все специалисты в своих областях, в плане очень широкие. То, что на вас возложено, это с одной стороны почетная комиссия, с другой стороны очень обязывающая. Прежде всего, хотелось бы в вашей деятельности пожелать не потерять чувство справедливости, честности, порядочности. Ахмад Халкечев, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. И время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Слово нашим синоптикам. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, днем 19-21, выше нуля. Вятские меха Центр сезонных распродаж дарит телевизор. Шубу смело примеряй и подарок получай. Только до 15 октября. ТЦ «Панорама», первый этаж. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Карачао-Черкесия присоединилась к большому федеральному проекту Минздрава России «Тест на ВИЧ. Экспозиция-2020». Более 250 жителей как городов, так и районов нашей республики прошли бесплатное анонимное экспресс-тестирование на эту инфекцию. На подведение итогов всероссийской акции побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Александр Коваленко. Сегодня в нашей стране с вирусом иммунодефицита человека живут около 37 миллионов россиян. Неутешительную статистику приводят эксперты. Ежедневно ВИЧ-инфекцией заражается более 200. Профилактический проект мирового масштаба «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2020» стартовал в 2016 году. В этом он охватил 200 городов в 45 регионах России, включая Крайний Север и Северный Кавказ. Тема такая достаточно щекотливая, противоречивая. Под масштабных акций не так много проходит. Не все еще привыкли к такому формату тестирования. Но если мы не будем водить и приглашать людей, именно главным смыслом акции является привлечение внимания к регулярному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Так же, как мы сдаем анализы в рамках диспансеризации на общий анализ крови, например, или другие инфекции. В Карачаево-Черкесии мобильные лаборатории работали в Карачаевске, у Джигуте, у Чкикени, в станице Зеленчукской и в Черкесске. Как отмечают специалисты, жители с удовольствием проходили тестирование, задавали вопросы, касаемые профилактических мероприятий ВИЧ-инфекции. Смысл не просто протестировать людей на ВИЧ-инфекцию, потому что любая районная больница делает тестов в сотни раз больше, чем и в рамках акции. Смысл больше привлечь внимание к самой проблеме. Специалисты тестов на ВИЧ-экспедиция 2020 также в течение шести дней проводили обучающие семинары с медицинскими работниками республики. Они поблагодарили представителей Министерства здравоохранения, Центра СПИД, районных властей за оказанное содействие, проведение экспресс-тестирования, подчеркнув еще раз о том, что чума 20 века не сбавляет обороты и в 21-м. Тестирование проводилось после нее, то есть это не инвазивная манипуляция. Конечно, люди более откликались на это. Второй момент, когда приезжают в наши населенные пункты, довольно отдаленные, люди, которые не знают жителей республики. Для любой Кавказской республики конфиденциальность превыше всего. Заразиться ВИЧ-инфекцией может любой человек, невзирая ни на возраст, ни на пол, ни на социальный статус. Всем известны пути передачи вируса. Это через кровь при незащищенном половом контакте, а также от матери к ребенку. Если вы любители пирсинга, татуировок, маникюра и педикюра, вы уже попадаете в группу риска. В завершении акции в Карачаево-Черкесии специалисты передвижной лаборатории продемонстрировали гостям, как проводится экспресс-тест. Наша съемочная группа не стала исключением и тоже присоединилась к федеральной акции «Тест на ВИЧ». Здравствуйте. Я хочу предложить вам пройти анонимную, бесплатную экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне. Делается оно просто. Проводить вы будете его самостоятельно. То есть я вскрою упаковочку, вы достанете тест, приведете этот тест-системой по деснам во рту и, в принципе, останется подождать 15 минут и будет готов результат. Потом я вам его предоставлю. Отрадно отметить, что тест проводится не инвазивным методом, а путем исследования слюны. Абсолютно безболезненно. Да и результат считывается уже через 10 минут. Александра Коваленко, Рашитоков. Вести Карачаева, Черкесия. Семья Караевых из Карачаевска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года-2020» в номинации «Семья-хранитель традиции». Для победы в конкурсе участники собрали портфолио, где достижения так и детей, так и родителей. В гостях у семьи Караевых побывал Аслан Гирюгов. В семье Азрета и Эльвиры Караевых растет двое сыновей. Восьмилетний Али и шестилетний Иса. Глава семьи Азрета известны политические и общественные деятели. Занимает должность заместителя мэра города Карачаевска. Супруга Эльвира – педагог дошкольного образования. Участвовать в конкурсе им предложил заведующий детского сада, в который уходит Иса. Ведь он, как и его старший брат, всегда принимает активное участие во многих мероприятиях, чему свидетельствуют многочисленные подделки и грамоты. Из-за пандемии конкурс был онлайн. Мы все отправили в электронном виде. Приложили свидетельства о заключении брака. Все грамоты, все достижения, которые у нас были в семье, детские, взрослые, все собрали в это портфолио и отправили сначала на муниципальный этап. Потом, когда мы там выиграли, это все отправили на республиканский. Семья Караевых победила в номинации «Семья – хранитель традиций». Данная номинация была выбрана неспроста, ведь ребят воспитывают по традициям, которые передавались из поколения в поколение. Кроме этого, Али и Иса активно занимаются спортом, имеют награды и грамоты за участие в патриотических мероприятиях, а на конкурсе они продемонстрировали все свои таланты. Семья – это слово нам многое скажет. Семья нам с рождения путь жизни покажет. Семья с нами рядом всегда и везде. Она много значит в каждой судьбе. Нам было много лет, он не удивлялся, что колбак за столько лет у него порвался. Силова, силова, он не удивлялся, что колбак за столько лет у него порвался. Кроме любви к спорту, ребятам прививают любовь к труду. Помимо бабушек и дедушек, участие в их воспитании принимает и прадедушка, Анвар Сулейманович Аджиев, который является ветераном труда. Вот эти семейные традиции, вот как я понимаю, наверное, в единстве семьи, когда одному трудно, чтобы все были рядом. Большие вот такие праздники мы собираемся. И дети вот к этому уже приучены. Подобные конкурсы, как «Семья года», направлены на повышение престижа семейных ценностей. Участники со всей страны демонстрируют все самое лучшее, что есть в их семьях. И, несомненно, все это положительно сказывается на воспитании детей. Изначально в него заложены те аспекты, которые максимально охватывают семейную жизнь, традиционные ценности, укрепление семейных уз, воспитание попростающего поколения, в духе патриотизма, любви к своей малой родине, любви к своей семье. Естественно, народу, народом Российской Федерации. И оценить его значение, или каким-либо образом переоценить его нужно. Аслан Гирюгов, Роберт Джугутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Главные вести Карачаева, Черкесия продолжаются полезным утром. Завтра в субботу к 8 часам приглашают вас Светлана Шаганова и Руслан Куркмазов. Сегодня мы поговорим о том, как языком можно заработать больше денег. Почему врачи получают уроки красноречия? И как это помогает в лечении пациентов? У врача есть задача, в первую очередь, нас вылечить, конечно же, но также нас и расположить. А это правда, что чем выше эмоциональный интеллект у врача, тем богаче клиенты к нему приходят? Как, извините мне, в пятизвёздочный отель. Я думаю, что можно проассоциировать подобное. Да, потому как мне, безусловно, будет приятнее лечиться у профессионального доктора, который при этом ещё заряжает меня как-то вот психоэмоционально. Перед первой волной коронавируса жители Карачаева-Черкесии скупали гречку и туалетную бумагу. А сейчас наши земляки скупают доллары и евро. Очень выгодный курс валюты в Московском индустриальном банке по улице Ленина, 71, Черкесске. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова